История началась здесь, в близлежащем магазине спецодежды. Старшеклассник зачем-то решил купить перцовый баллончик, а как он действует, проверить в коридоре школы. В результате пострадали более 20 детей. Что произошло? Там мы сидели на 4-м уроке, там мальчики, 3 или 4 было мальчиков, взяли газовые баллончики и разбрызгали. И все начали кашлять, выбежали на улицу, и плохо стало, начали задыхаться. Главный вопрос, которым задаются здесь, почему продавец магазина сбыл несовершеннолетнему перцовый баллон, не уточнив ни возраста, ни цели покупки. Согласно закону, данное средство является гражданским оружием самообороны, его приобретение и хранение допускается с 18 лет, запрещено и его ношение в школе. Я заходил, я у него спросил, зачем продали ребенку перцовый баллончик. Она мне говорит, что у него возраст должна была, спрашиваю. Я говорю, из-за вас дети в реанимацию попали, трое. На это вы что скажете еще? Я при чем здесь? Мне что хотите сказать? Ну, с таким сарказмом, злорастом разговаривает она. Я не стал с ней тоже там ругаться. Ну, школа молодцы, да, учителя все. Сразу скорая приехала, все, помогли, сделали. К нашему приезду магазин закрыли на ключ. В школе занятия приостановлены, проводится дезинфекция помещения. Выяснять обстоятельства произошедшего будет Следственный комитет Дагестана. По данному факту, Следственным органам, Следственным комитетом Российской Федерации по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления в предусмотренном статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В ходе следствия будет дана права и оценка действиям должностных лиц, указанным образовательным учреждением. В ходе следствия также будет дана права и оценка предпринимателю, продавцу данного магазина. Все пострадавшие госпитализированы в детскую республиканскую больницу. Врачи говорят, состояние у всех пока стабильное. Трое детей, попавшие в реанимацию, сейчас уже переведены в отделение. Их жизни также вне опасности. Все, что нужно, делается. И кислород давали дышать, и прокапали все, что нужно. Все назначения они получили. А вот сколько времени может понадобиться для полной реабилитации детей? Я думаю, что это недолго. Может, мы к вечеру половину отпустим домой. По мере того, как стабилизировать состояние, пожелания, может, и завтра отпустим домой. Матимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.